Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 5 апреля и я хочу вам показать для сравнения разные виды томатов, которые я посадила в этом году для получения раннего урожая, для выращивания в теплице. И подробно расскажу вам о каждом сорте, почему они такие разные. Когда я сеяла семена, я сразу сказала, что я выбираю детерминатные сорта, вот такие вот, низкорослые, для получения раннего урожая, потому что с большими очень проблематично, но все-таки несколько сортов я посадила. И сейчас вам я покажу, что получилось на примере двух сортов. Вот здесь у меня Настенька, у которой характеристики такие. Высота 55-70 сантиметров, вес плода до 300 грамм, сердцевидной, форма вытянутой розовой. Он детерминатный, низкорослый, с толстыми такими стволиками. Все, наверное, не раз уже слышали о нем от меня. Вот с такой же характеристикой плодов у меня есть розовое сердце. Плод сердцевидный, такой же, 200-300 граммов, но только это индетерминатный, именно для теплиц. И еще здесь у меня, вот, сибирский изобильный. Он тоже индетерминатный, 100-200 грамм плоды, вытянутой формы, но у него рост будет высота 1,82 метра. Это вот все, тепличные сорта, вот эти, которые нам рекомендуют выращивать в теплице. Но при одинаковом весе, при одинаковой форме и цвета плодов, конечно, вырастить вот такую рассаду очень сложно. Причем это посеяно на неделю позже, вот этот вот сибирский изобильный розовое сердце, чем вот эта рассада. Они начнут плодоносить в одно и то же время, но, как вы видите, здесь у меня уже перетянуто ниточками, потому что они растут вверх, начинают заваливаться. Эту я даже в 5-литровую емкость вынуждена была высадить, потому что она, никакой вот такой вот лоток ей уже не помогает, потому что тут грунт 5-6 сантиметров, у нее ствол очень длинный, ей нужна и палка, какой-то кол, наверное. Я вот в этом году посеяла вот этот сибирский изобильный рано, потому что там написано везде на инструкциях, для получения раннего урожая плодов в теплице, нужно высевать в 1-2 декаде февраля, в очень ранние сроки, и при высадке в теплицу, для того, чтобы получить в июне или в начале июля плоды, должна быть уже первая кисть, цветочная, хорошо сформирована, и уже как выдвинута, вот здесь вот. Но, как вы видите, никакой еще кисти у меня нет, так как он очень высокорослый, он уже вот в высоту примерно такой же, как детерминантные некоторые сорта в готовом виде, так что рассада, это еще считается молодая для этого сорта, но вы представляете, если он двухметровый, значит он сантиметров 50, наверное, будет только при высадке рассады. И, конечно, если вы только начинаете первый-второй год, хочется в теплице, хочется, конечно, и ранний урожай, и крупные вкусные плоды, но поверьте мне, вот потом летом посмотрите, все эти томаты начнут плодоносить в одно и то же время, они дадут мне одинаковые плоды, одинаковый вес, одинаковый вкус, одинаковый цвет. Но только вот с этой рассадой столько проблем. Вот эту я один раз распекировала, посеяла и распекировала в ящичек. Эта уже пережила у меня две пекировки, один раз в ящичек распекировала, потом в более вот такие большие стаканы, я показывала, как я пекирую. Вот эта уже прошла третью пекировку, пришлось пересадить еще в одну баклушу и просто при выборе сорта вы сядьте внимательно подумайте будет ли у вас время и желание заниматься вот с такими индотерминатными высокорослыми сортами пикировать их по три раза, связывать вот так ниточками, вставлять вот так колышки различные, в баклушки какие-то пересаживать и поэтому выбор сорта это очень важно, если у вас нет времени, если вы еще работающий, еще работаете например и вообще очень мало времени, то конечно лучшим вариантом будут вот такие низкорослые крупноплодные сорта выбирайте сорт внимательно, чтобы потом не было разочарований, вот эти если вовремя не распакировать один, второй, третий раз вот тут потом подсыпать надо будет грунт им, потому что они ну очень высокие, они начинают падать конечно ранний урожай получить всем хочется, но стоят ли вот такие трудозатраты особенно если вы все посеете высокорослые индотерминатные сорта, которые написаны на пачках именно для теплиц и посеете в ранние сроки, представьте сколько дополнительных вам операций придется с ними делать по уходу за рассадой если все это не сделать, если вовремя не пересадить, если не будет света, если не будет достаточного количества грунта то они дадут урожай намного меньше, чем заявлено производителем многие с такими сортами начинающие борются, борются и бросают ой, у меня снег обваливается на теплице вот я вам показала просто для выбора, для сравнения я ничего не советую, вам не могу никак сказать, например, что садите только вот такие вот низкорослые сорта такие помидоры тоже очень хороши но если в ранние сроки садите, если вы живете, например, как я в сибирском регионе если весна долго не приходит, вы с этой рассадой, если честно, устанете я вот на что уже у меня и опыт есть, и время свободное, я не работающий уже пенсионер и то очень тяжело с ними возиться они, если перерастут сильно, вот у нас в этом году затяжная весна в том году мы в это время уже высадили свои помидоры ну не в это время, а в средине апреля я уже высадила то в этом году у нас еще сугробы и еще сколько им стоять на подоконниках или на стеллажах они уперлись у меня уже в лампы, никуда не влазят вот этот видеоролик для того, чтобы когда вы будете выбирать сорта вы выбирали внимательно, вот наглядный пример одинаково посеяны эти даже раньше или вот эта аккуратная такая рассада или вот эти у меня стоят деревья я, если честно, уже не знаю, что с ними делать до свидания это был обзор сортов Настенька детерминатный, низкорослый и сибирский изобильный, индетерминатный, двухметрового роста, тепличный сорт очень хороший, очень вкусный для получения ранней продукции но с ними, если вы остановите выбор на нем для получения раннего урожая с ним вам придется потрудиться дополнительно дополнительно